МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Круглосуточно 24 на 7. Запомните и звоните. 622-522-610-836. На дорогах Тольятти продолжают сбивать пешеходов. В центральном районе на Карла Маркса Ларгус сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате гражданка была госпитализирована с травмой. Чуть позже на лесопарковом шоссе автомобиль «Газон» сбил 57-летнюю женщину. Стоит отметить, что она тоже переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пожилой Тольяттинке понадобилась помощь врачей. Она была доставлена в больницу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В выходные на дорогах Ставропольского района пройдут рейдовые мероприятия по профилактике происшествий с участием трезвых водителей. В последнее время участились случаи, когда автовладельцы позволяют себе сесть за руль под шафе. Их не пугает даже тот факт, что за подобное правонарушение грозит административная, а иногда и уголовная ответственность. Если автолюбитель попался госинспектором в первый раз, то ему грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Если же в течение года водитель был оформлен повторно, то ему уже грозит не только штраф до 300 тысяч рублей, но и лишение свободы на срок до двух лет, либо исправительные работы. На усмотрение суда. Госавтоинспекция Ставропольского района призывает граждан не оставаться равнодушными и сообщать о злостных нарушителях закона по телефону дежурной части 28 36 96. Помните, участникам аварии по вине нетрезвого водителя могут стать ваши родственники, друзья и близкие. Не оставайтесь равнодушными. Сообщи, где торгуют смертью. Употребление и распространение наркотиков является серьезной проблемой для нашего города. Отдел по контролю за оборотом наркотиков призывает всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить обдительность и принять участие в акции. Возможно, этим участием вы спасете жизнь своих близких. Отдел по контролю за оборотом наркотиков МВД России по городу Тольятти призывает всех граждан, кто осознает глобальную опасность наркомании, проявить бдительность. Граждане, обладающие сведениями о незаконном обороте наркотиков, могут сообщить данную информацию на телефоны дежурных частей МВД России по городу Тольятти. 0,2 со стационарных аппаратов, 112 с мобильных телефонов, а также по телефонам, которые вы увидите на экране. Тольяттинцам вновь напомнили, что перекрытие внутриквартальных проездов личным автотранспортом недопустимо. В случае чрезвычайной ситуации это значительно затруднит работу экстренных служб при спасении людей. Хотел бы обратить внимание жителей города Тольятти, особенно автолюбителей, на тот факт, что на вооружении подразделения пожарной охраны города Тольятти находится, как правило, крупногабаритная техника, которая имеет огромный радиус разворота и поворота, что зачастую при выезде на пожары подразделение пожарной охраны затруднено сделать во дворах из-за припаркованных в хаотичном порядке автомобилей в дворах жилых домов. При этом прошу обратить внимание, что в соответствии с правилами противопожарного режима дороги и проезды к зданиям и сооружениям должны быть всегда находиться, во-первых, в исправном состоянии и, соответственно, в свободном состоянии. Помните, соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких. Не забывайте при пожаре сразу же звонить по номерам 01 или 112. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова